Пушкин в Михайловском Это время творческого взлёта Поэта, где за два года этой ссылки Он испытал, с одной стороны, глубокое одиночество Невозможность выехать в столицу, где были все его друзья Где готовились активные действия В то же время покой, мир, тишина Позволили ему сосредоточиться И закончить все те идеи, все те произведения Которыми он был вдохновлён во время южного своего пребывания В Михайловском он написал около ста произведений С 1824 по 1826 года Были небольшие развлечения, конечно Во-первых, это беседа с его любимой нянюшкой Ириной Родионовной Благодаря которой он вдохновился на цикл сказок И, конечно, поездки в соседнее поместье Тригорское И там всегда собиралась молодёжь И один раз он увидел в Тригорском Приехавшую к своей тётушке Анну Петровну Керн Эта девушка была знакома ему ещё по своим свободным годам В Петербурге, в 1812 году они сошлись Произвела на него впечатление своей Не красотой, нет, но изяществом Своей активностью, весёлостью, жизнерадостностью И в самые печальные дни его тоскливого одиночного пребывания Она возникла в его жизни как мимолетное видение Как гений чистой красоты Мы знаем это самое лирическое стихотворение Пушкина Которое он посвятил этой девушке Я помню чудное мгновение Обращаю ваше внимание на то, что Анна Петровна была В тот момент уже свободна от семейных уз И возможно у Пушкина были какие-то надежды связанные с ней Но отношения не сложились во что-то серьёзное Наверное потому, что Пушкина ждала другая девушка Но стихотворение, которое он написал Анне Петровне И подарил ей на прощание Было сохранено благодаря её усилиям Что было дальше? Дальше Пушкин хотел вырваться из этого заточения И мы знаем такую легенду о Пушкине Который буквально прочувствовав, поняв Что скоро случится что-то очень важное Хотел уехать тайно из своего заточения Из Михайловского в Санкт-Петербург Как раз накануне декабрьского восстания На Сенатской площади Но случилась история с Зайцами Которая не позволила ему уехать На этом основании как-то принято считать Что Пушкин особенно был склонен верить различным приметам Но это не совсем так Хотя история забавная Он трижды видел Зайца Пока собирался в эту свою поездку Пока ехал в Тригорское попрощаться с Осиповыми По дороге туда и по дороге обратно Потом, когда закладывал непосредственно карету Чтобы поехать в Петербург Заболел один кучер Ему пришлось взять нового Когда он уже собирался уехать В дверях появился священник Поп, который, значит, узнав Как он узнал об отъезде Пушкина Решил к ним попрощаться В общем, все эти нехорошие приметы Убедили поэта, что, наверное, сегодня не тот день Когда нужно двигаться в дорогу Об этом он сам потом вспоминал с иронией Насколько все это правда, мы не знаем Потому что это все со слов самого поэта Тем не менее, он не поехал действительно И потом сожалел об этом, что удивительно Хотя прекрасно понимал, что если бы он был В тот момент в Санкт-Петербурге То он со всеми своими друзьями И улицейскими друзьями И теми офицерами, с которыми он познакомился Находясь на юге Он бы с ними вышел на Сенатскую площадь И какова дальнейшая была бы судьба поэтам Мы можем только с вами гадать Но надо сказать, что Пушкин никогда не скрывал этой своей позиции И напрямой вопрос дознавателей И даже самого Николая Первого Что бы он сделал, если бы был тогда в Петербурге Он честно сказал, я был бы со своими друзьями Хотя уже пострадал за свои политические убеждения Но это его страх наказания Его тогда не останавливал Молодой, горячий, страстный и очень преданный друг В дальнейшем, после смерти царя Александра Первого Пушкину, благодаря поддержке его друзей Удалось быть освобожденным из Михайловского заточения И начинается его активная, творческая и гражданская жизнь Но длилась она недолго, вы знаете Всего 10 лет свободной жизни было у Пушкина Вот он как будто это предчувствовал Он очень много работал, писал Больше всего его интересовала биография его семьи Из исторической направленности Его интересовала личность Ганнибала Чим правнуком он был Его интересовала история Пугачевского восстания Как самое потрясающее Россию событие Недавнего времени И для того, чтобы иметь возможность работать с архивами Он согласился на должность при дворе Которую обычно предлагали юным мальчикам Но император лично предложил ему эту должность камеры юнкера И Пушкин согласился, скрипя сердце Что из этого вышло, мы знаем Это величайшее, удивительнейшее для своего времени исследование Основанное на как архивах, так и личных встречах Пушкин объездил всю территорию, где было Пугачевское восстание Побеседовал со всеми, кто помнил об этом Написал историю Пугачевского восстания И мы с вами знаем результаты этой истории Воплощенные в художественном произведении Это «Капитанская дочка» Где Пушкин заявил свое отношение к этим событиям Он сказал о русском бунте, бессмысленном и беспощадном Говоря о Пушкине, мы, безусловно, знаем его Как очень романтического и любвеобильного человека В жизни которого всегда было место любви Он считал, что как поэт он вообще обязан будет находиться В состоянии такого постоянного легкой влюбленности Говоря о том, что женщины — это часть поэтического призвания Обязательное поэтическое призвание любого поэта Хотя надо сказать, что к женщинам как таковым Без влюбленности он относился, если не презрительно, то немножко свысока Тем не менее, стоило только какой-то красавице возбудить в его сердце пылкость, жар То сразу же она становилась для него объектом поклонения Очень высоко Пушкин оценивал именно возможность женщины вдохновлять мужчину И поднимать его над судьбой, над жизнью Давать крылья и отправлять его в полет Когда же он встретился со своей будущей женой Она была очень молодая, это был 1829 год Ей было 16, старшая дочка в семье Она только начала выходить в свет Он, безусловно, в нее влюбился и посватался Но матушка была не готова отдать Наталью замуж Поскольку не очень надеялась на положение Пушкина в свете И рассчитывала, что у Натали будет другой, более богатый, более состоятельный жених Тем не менее, Пушкин всем своим друзьям рассказал о том, как он влюблен И никто не решился переступить ему дорогу Да, Наталья была, прошу прощения, не старшей дочерью, конечно Именно поэтому мать одной из причин отказа Сказала, что должны сначала были найти своих женяков старшей дочери А потом уже она Но в итоге через год под напором его страсти, его признания, его чувств Семья сдалась И так в 1830 году состоялась эта самая свадьба Вы знаете, что в семье Пушкиных родилось четверо детей И самое трепетное стихотворение о любви Пушкин посвятил своей любимой Где он сравнивает ее уже не с чистым каким-то гением, а с Мадонной Стихотворение Мадонны, посвященное Натали Именно так высоко оценивает женщину как супругу, как мать, как друга и помощника Итак, мы знаем с вами о двух самых плодотворных периодах, творческих периодах жизни Пушкина Это время в Михайловском и время, проведенное им в Болдино Болдино, поместье, которое он получил в наследство, когда собрался жениться И он поехал туда в осень 1830 года, чтобы перед свадьбой провести ревизию Но там случилась эпидемия холеры, и он задержался дольше, чем планировал И это время послужило, опять же, заточение вынужденное Позволило ему сконцентрироваться и написать очень много произведений На которые ему, возможно, не хватало времени в суетном Санкт-Петербурге Выезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдино, пишет он своей жене Я совершенно полдухом и право не знаю, что предпринять Ясно, что в этом году, будь он проклят, нашей свадьбе не бывать Ни соседей, ни книг, погода ужасная Я провожу время в том, что мараю бумагу и злюсь В итоге Болдинская осень — это период максимального творческого подъема Где он закончил Евгения Онегина, работал над которым более 8 лет Написал повести покойного Ивана Петровича Белкина Маленькие трагедии, драму «Русалка», поэма «Домик в Коломне» И, конечно, очень много стихотворений После того, как он вернулся, все-таки в этом году, в декабре месяце Им удалось сыграть свадьбу и началась счастливая семейная жизнь Но, как вы знаете, к сожалению, через 7 лет этому счастью пришел конец По очень простой причине Появился человек, который стал домогаться супруги Пушкина И этот человек очень... Все, что связано с дуэлей Пушкина, вообще достаточно спорно Традиционно принято считать, что Дантес оказался человеком Который был подговорен или подкуплен Лигой против Пушкина Он принародно открыто на всех балах и светских мероприятиях Проявлял ухаживание, ухаживал за Натальей Всячески ее домогался И об этом стали говорить, пошли сплетни Естественно, допустить подобного, чтобы супруги его сплетничали В обществе Пушкин не мог Он вызвал Дантеса на дуэль Но тогда эта дуэль была остановлена его друзьями Дантес признался, что он ухаживал за Натальей С целью привлечь внимание ее сестры Которой он якобы влюблен Состоялась даже помолвка И в следующем свадьба И на какое-то время Вот эта вот критичность ситуации была понижена Но Дантес не успокоился И даже после того, как он оставался женихом и мужем сестры Он продолжал ухаживать за Натальей Пушкиной И состоялся второй вызов Который прошел тихо Друзья не сумели вовремя На стадии вот этого вызова остановить Дуэль состоялась В январе 1837 года Пушкин на ней был тяжело ранен Двое суток врачи боролись за его жизнь Но так и не смогли его спасти Наверное, сегодня это было бы проще Но случилось, как случилось После того, как это стало известно Похороны Пушкина были очень массовыми Много людей захотело прийти и проститься с ним Настолько, что правительство просило похоронить его тайны Чтобы не устроить из похорон Пушкина Некую антиправительственную демонстрацию Пушкин умер И Пушкин жив Мы любим с вами его творчество Каждый находит с ним что-то свое Дети с удовольствием читают и слушают его сказки Сказку о царе Салтане Сказку о мертвой царевне Сказку о золотом петушке И так далее Взрослые девушки с удовольствием читают Любовную лирику Пушкина Воспринимают, считают, сравнивают себя с Татьяной Лариной И с горечью оценивают своих неудавшихся женихов Сравниваются, может быть, с тем же Онегиным Юноши Что любят юноши в Пушкине? Наверное, его героическую поэзию Это гражданская лирика Это твердость своим друзьям Преданность своим друзьям И в целом Сегодня Пушкин удивительно живой поэт Такой же, как и 200 лет назад И он легко читается Легко заучивается Легко запоминается И по-прежнему отвечает нам на вопрос Как жить И как относиться к той или иной ситуации в этом мире Читайте Пушкина Редактор субтитров А.Семкин